Глава 46. У тебя была только одна забота. Скуталу сначала немного опешила, когда профессор Магонагал выкрикнула «Аллу, Скут!». Правда, то, что в результате она оказалась на Гриффиндоре, как и то, что решение шляпы было принято довольно быстро, не стало сюрпризом для Гарри. Как Пегасенка им позже рассказывала, шляпа заявила Скуталу, что у нее нет каких-то серьезных амбиций, то есть Лизерин не для нее, учеба казалась ей тяжелой обязанностью, поэтому и не Ревенклоу, и хотя Скуталу была очень предана своим друзьям, но она слишком уж походила на Рейнбу в своем вечном желании подольше подремать, поэтому и Хаффлпав ей не светил. А уж ее привычка гнать с места в карьер, с головой ныряя в самые безумные авантюры, которые меткоискатели устраивали во время своих приключений, при этом полностью игнорируя любые возможные опасности, с которыми им обычно предстояло столкнуться во время пресловутых приключений, или как минимум сильно эти самые опасности недооценивая, в значительной степени обозначила ее дальнейшую судьбу, как студентки Гриффиндора. Естественно, ее подруги по меткоискательству, Свити Белли и Эппл Блум, последовали за ней на факультет Алла Золотых Львов. Гарри предположил, что это было из-за того, что меткоискатели без раздумий бросались в любую авантюру. Шокированная, иначе не назовешь, шляпа, отреагировала на немалый список монстров, с которыми троица жеребят умудрила столкнуться за какой-то десяток лет своей жизни, причем с большей из них частью за последние два года, словами «Во имя основателей! Да как вы до сих пор живы-то?» В не меньшей степени шляпа была поражена их происхождением, заверив всех троих, что никогда никому не расскажет о том, что узнала во время церемонии распределения студентов. Впрочем, она все же призналась, что до сели ей еще не доводилось распределять учеников из других миров в роль того же Эквуса. А вот то, что Гермиона, при всем ее безмерном интересе к книгам, тоже угодила на Гриффиндор и их по-настоящему поразило. С другой стороны, учитывая ее восхищение Дамблдором, который наблюдал за церемонией со своего троноподобного кресла, желание оказаться на факультете, где он обучался, возможно, было не столь уж неожиданным. Да и то, что на него уже зачислили так много ее друзей, вероятно, также послужило немаловажным фактором. Гарри почти ничего не знал о Невиле, чтобы предположить, куда тот отправится. Однако Невил выглядел весьма обрадованным своим попаданием в Гриффиндор. В поезде он упоминал, что, видимо, он попадет в Хаффлпаф, который он называл «домом для тех, кого не взяли в другие дома». И что это сильно разочарует его бабушку и дядю Альфи. Основываясь на историях, которые мальчик рассказал им в поезде, Гарри был уверен, что этот его дядя Альфи отлично бы поладил с дядей Верноном. А еще у Гарри возникло некое непреодолимое чувство, что он просто обязан будет придумать какое-нибудь проклятие, которое бы незаметно переползало с письма на человека, которому было послано. Проклятие, которое, будучи наложено, заставляло бы жертву признаваться во всех своих смертных грехах самым подходящим для этого людям. Кстати, по поводу домов. А точнее, почему факультеты так называют, объяснила Гермиона. На вопрос Гарри она сказала, что исторические факультеты Хогвартса именовались «домами», поскольку на несколько лет, в прямом смысле слова, становились для детей своеобразным вторым домом. Только в последние десятилетия, отчасти под влиянием магловских веяний, они стали отходить от этой традиции и стали называть названные в честь четырех основателей дома факультетами. Это было в истории Хогвартса. Такими словами девочка закончила свою импровизированную, десятиминутную лекцию. Имя Гарри Поттера вызвало в зале моменты шарошной тишины, сменившейся взрывом громкого шепота. Даже те, кому казалось вообще было безразличное распределение, внезапно сосредоточили на нем все свое внимание. Некоторые и вовсе повставали на скамейке, чтобы получше рассмотреть происходящее. «Так, так, так...» Прошелестил в голове у мальчика бестелесный голос с шляпой, когда он сел на табурет. «Что же у нас тут? О, да здесь у нас имеется великолепный ум. У тебя есть все, что нужно успешному юношу — надежды, амбиции, возможности. Безграничная преданность друзьям делает тебя всем подходящим к хаффл-паффу. Желание узнать о магии все, что только возможно, может привести тебя к ревенклу. «И храбростью, да. Ты всегда готов броситься впереди своих друзей, лишь бы защитить их. Это определенно черта истинного Гриффиндорца. Твои амбиции сейчас практически подавлены, но они есть, так что твой выбор — это определенно Слизерин. Да, именно Слизерин может помочь тебе стать великим. Этот дом может помочь тебе полностью раскрыть свой потенциал!» Гарри нахмурился. «Я иду вслед за друзьями в Гриффиндор. Твердо подумал он. Без них меня бы здесь не было. Они спасли мою жизнь во многих смыслах, и я не брошу их. Да-да, из вас и правда вышла просто замечательная команда. Я видел их мысли. Они не оставят тебя лишь потому, что ты окажешься в другом доме. Поначалу тебе могло быть трудно адаптироваться, но вы все добились бы успеха. Да, Слизерин был бы исключительно полезен для тебя». Уговоры шляпы заставили Гарри невольно вспомнить, как Рон с близнецами за последний месяц все уши ему с девочками прожужжали жалобами на Слизеринцев, отговаривая от того, чтобы иметь дело с ними и со всем, что связано с этим змеиным факультетом. Впрочем, близнецы о других факультетах выражались не всегда в самых добрых словах. Гарри, слушая за обеденным столом, как видичная команда обсуждала остальные факультеты, обнаружил, что стереотипы в волшебном обществе укоренились чрезвычайно глубоко. И поэтому он не позволит разлучить его со своими подругами-жеребенками. «Табун должен всегда быть вместе», — «Гриффиндор», — твердо заявил Гарри, — «Гриффиндор или я ухожу». «Ну, если так ставить вопрос, ну, то тогда, конечно, будет лучше...» «Гриффиндор!» — громко прорала последнее слово шляпа. Позже, уже сидя за столом Гриффиндора в окружении своих друзей и команды по квиддичу, Гарри впервые в жизни почувствовал себя желанным гостем. Эти люди приняли его таким, какой он есть. В Эквестрии у него были друзья, но они были другими. Вернее, он сам был другим. Не то, чтобы большинство из них знали об этом. Но он-то это знал. Он знал, что ему там не место. Он знал, что он превращенный в человека, а не пони. А тем, кто узнавал его секрет, всегда требовалось какое-то время, прежде чем они его принимали. Но здесь все были такие же, как и он, люди, умеющие колдовать. А присутствие рядом с ним трех его подруг-жеребенок сделало все намного, намного лучше. Видимо, решение пойти в школу здесь, а не в школу для одаренных единорогов Селести, оказалось хорошей идеей. Внезапно возникшая на столе еда заставила кобылок врасплох. Забавно. Но их удивило не ее количество или то, сколько там оказалось блюд из мяса, а то, как много там оказалось выпечки и сластей. Скуттеллу, конечно же, с большим энтузиазмом пронялась за рыбные блюда, при этом даже почти сумев оставить конкуренцию Рону в скорости их поглощения. С Витти Белли Эппл Блум уже совершил немало аргументов в пользу того, чтобы стать мясоядами, но они их все еще не убедили. Да и Гарри не ел мясных блюд в их доме в Литл Уингинге, не желая расстраивать своих подруг вегатерианок. — Люди всеядны, — объяснил Алтвайлд. — Их организмам необходимы определенные питательные вещества, белки и минералы, которые содержатся в мясных блюдах и практически полностью отсутствуют в растительных. Пока вы находитесь в человеческом обличье, вам нужно есть мясо, чтобы оставаться здоровыми. И животные здесь совершенно неразумны. После чего принцесса демонстративно откусила большой кусок бекона, который Гарри специально приготовил тем утром. Кроме того, из-за превращения ваши вкусовые рецепторы меняются, и этот продукт становится просто отличным на вкус. Тем не менее, одно дело знать, что что-то полезно, так сказать, умозрительно, а другое — получать от употребления этого удовольствие. Так что помни наставление, две же ребенки с привлекая Пасхой выбирали блюда из мяса и по чуть-чуть пробовали их, не забывая сгребать к себе пирожные и прочие сладости. Овощи и фрукты на этом конце стола они и вовсе смели подчистую. Несмотря на то, что все они устали, и к тому времени, когда первокурсники добрались до спален Гриффиндора — было уже довольно поздно — Гарри и Невилл все-таки решили дописать письмо Оливандру. Правда, закончили они его уже после отбоя, поэтому о том, чтобы сбегать до Совятни, не могло быть и речи. Однако Гарри подошел к окну их спальни, открыл его и под полный любопытств взгляда остальных высунулся по пояс и заорал «Снежок!». Невилл Лонгботом, Дин Томас и Симус Финниган переглянулись, пожили плечами и снова посмотрели на Гарри. Рон только усмехнулся. Гарри нырнул обратно в комнату. Мгновением позже вслед за ним внутрь впаркнула белоснежная сова. «Кроть!» — восхищенно сказал Дин. «Ой, какой красавец!» Остальные с ним согласились. «Вот, Снежок!» — сказал Гарри, привязывая уменьшенную палку и письмо к ноге своей совы. Не мог бы ты отнести это Аливандеру, мастеру по изготовлению палочек в Лондон. Это на новую палочку для Невилла. Снежок утвердительно ухнул и с величественной грацией вылетел в окно. Дети проболтали ни о чем еще минут 10 или 15, обсуждая события сегодняшнего дня, прежде чем завалиться по своим постелям и заснуть. Для Дамбалдора это воскресенье выдалось довольно суматошным и хлопотным. Впрочем, как и всегда. Студенты были уже в пути, и замок был просто обязан быть подготовленным к их прибытию. Домашние эльфы лихардочно отмывали в раковине все, что не было прикручено к полу, стенам или потолку, а что было, тщательно отмывали на месте, к счастью, не откручивая. Чуть ли не каждые полчаса один из них возникал у него в кабинете, докладывая, что очередной пункт из далеко не маленького списка всего необходимого для приема студентов выполнен, и спрашивая, не вспомнил ли Дамбалдор о чем-нибудь еще, что им следует сделать. В какой-то момент директор, кажется, же заметил, как какой-то дымовой эльф полирует камешки гравия, устилавшую ведущую к воротам дорогу. Профессора также не сидели без дела. Перепроверяли свои расписания, пересчитывали запасы, необходимые для проведения занятий, выискивали все, что могло потребовать исправления в последнюю минуту и морально готовились к наплыву полных кипучей, требующей выхода энергии детей, который должен был случиться вечером. Но вот студенты прибыли. Дамбалдор всегда ждал этого момента, и сегодняшний день не стал исключением. Момент, когда он видел удивленные взгляды новых учеников, следовавших за профессором Магонагал в большой зал, директор обожал в дне прибытия больше всего. И в этом году наконец-то в школе окажется Гарри Поттер. Сын Джеймса и Лили Поттер наконец добрался сюда в безопасность, здоровый и счастливый. То, что Гарри сопровождали три студентки-иностранки, очевидно, из Атлантиды, было для Дамбалдура всего лишь вишенкой на торте. Девочки явно были сильны, невольно отметил он, раз уж все трое освоили они магическое превращение. Если школа произойдет на них хорошее впечатление, то, возможно, стоит ожидать, что в будущем в ней появится больше учеников из этой страны-отшельника. Последние десять лет он всеми силами пытался восстановить магическое общество, раздробленное и разобщенное, после того, что устроил Волан-де-Морт. Пытался привить своим ученикам представление о том, что им нужно жить в мире как с другими магами, так и с маглами. Учение о чистоте крови не должно оставлять место. Оно может нанести серьезный, возможно, даже непоправимый ущерб английскому магическому сообществу, если его довести до логического конца. К сожалению, пока единственным возможным решением было предоставление чистокровным особых привилегий, дабы умилостивить их, при этом оставаясь открытым и готовым сотрудничать с полукровками и маглорожденными. Вступление в брак представителей чистокровных, этих могущественных уже в столь малом возрасте иностранок положило бы конец всем этим отчаянным чистокровным заскокам в английском обществе. Ведь иностранцы явно не собирались подвергать дискриминации кого-либо только из-за его происхождения. Более того, создавалось ощущение, что они обращали внимания лишь на то, как люди относятся друг к другу. Они просто не понимали, что именно пытались устроить приверженцы чистокровной идеологии. К счастью для них же. То, что девочек распределили на Гриффиндор, стало для Дамблдоро несколько неожиданным открытием. Он-то ожидал, что они разделятся. Мисс Белль отправится в Равенклоу, а мисс Блум в Хаффлпаф. К несчастью, он не смог даже приблизительно составить психологический портрет мисс Аллу, поскольку она провела большую часть времени, когда Альбус посещал их, летая либо в своей анимагической форме, либо на метле, но, судя по сказанному Артурам, она вряд ли попала бы хоть в Слизерин, хоть в Равенклоу. Как Дамблдоро надеялся, Гарри попал в Гриффиндор. Впрочем, он и не ожидал чего-то другого после того, как там оказались его подруги. Профессор Макгонагал была особенно рада видеть это, хотя, как он заметил, и приложила немало усилий, чтобы скрыть свои эмоции от наблюдающих за ней студентов. Окончив приветственный пир небольшой традиционной речью, дополненной необходимыми указаниями и предостережениями, Дамблдоро направился обратно в свои покои. Его вечер был далек от завершения. Апарировав конец Тисовой улицы, он неторопливо пошел к дому номер четыре, используя делюминатор или, как он ему называл, гасилку, которая позволяла ему подойти незамеченным. Дома никого не было, Дамблдоро пожал плечами. Видимо, хозяева куда-то ушли этим вечером. К несчастью, он так и не заметил двух женщин, также скрывающихся в тени и пристально наблюдающих за ним. Дамблдоро потребовалось всего мгновение, чтобы снять с дома наложенные им чары Фиделиуса. Теперь, когда мальчик учился в Хогвартсе, его не было необходимости прятать. Если чары продолжат работать, то у мальчика возникнут проблемы в школе, поскольку все остальные будут игнорировать его или забывать, что он был рядом уже через несколько мгновений, после того, как он выйдет из класса. Защиты его матери на доме будет вполне достаточно. Развернувшись, алибус прошелся обратно до конца улицы и аппарировал свой кабинет в Хогвартсе. И был потрясен диким шумом, пронзительным свистом, непрерывно звенящим колоколом и буквально воющим гудком. Директор недоверчиво ставился на устройства, следящее за стоянием Гарри Поттера, которые словно с ума посходили, а то, что они показывали, казалось немыслимым. Гарри Поттер был здесь, и было видно, что он очень счастлив быть здесь. И все же метроном был сплошь черным, а не нейтрально серым. А его прутик-детектор отклонился максимально влево. Фактически он бы и вовсе лег горизонтально, но был остановлен от падения безделушкой, стоящей рядом с устройством. Рыцарем на скакуне с белым, похожим на вату дымом, исходящим из его носа. Если верить этому метроному, Гарри был настолько несчастен, что думал о самоубийстве. Второе устройство активно чадило столбом густого черного дыма, который почти достигал потолка, а его котел и труба были сплошного черного цвета. У Гарри было прекрасное здоровье, но если верить этой безделушке, мальчик голоден, страдает от переломов костей и поврежденных органов и вообще чуть ли не при смерти находится. Но хуже всего была Крутилка, следившая за защитой дома Дурсли, даруемую любовью Лилии и поддерживаем ее сестрой. Та просто замерла, будучи абсолютно черной. Защитные чары совершенно не работали. Почти заторможенно Альбус перевел взгляд на последние два устройства. Светофор все еще был зеленым, показывая, что никто не пытался отделить Гарри от Дурсли, но имелась однокрошечная тонкая полоска черного цвета, появившаяся несколько недель назад. Шар, отслеживающий чары Фиделиуса на Гарри, был прозрачный пуст, как и должно было быть, поскольку он только что сам снял эти чары. Это просто катастрофа. Защита матери Гарри на доме Дурсли рухнула. Ну, как такое могло произойти? Мальчик хотя бы находился здесь сейчас, в безопасности, в Хогвартсе, или же... Вдруг напрягся директор. — Скифи! — крикнул он. — Скифи здесь, а мастер Домблдор! Почти сразу же отозвался его домовой эльф из Хогвартса. — Гарри Поттер в постели? Повернулся к эльфу Дамблдор. — Скифи проверять! — сказало маленькое существо и исчезло с характерным хлопком. Почти сразу же эльф вернулся. Старый маг задержался ровно настолько, чтобы услышать, как домовой эльф сказал «Да, мастер Дамблдор!» и тут же апарировал назад к Дурслим, не дожидаясь остальной части ответа Скифи. «Мастер Поттер в своей постели!» Мальчик пребывает в безопасности, поэтому сейчас ему необходимо понять, что происходило у Дурслий. По возвращении он разберется, почему другие следящие чары не работают должным образом. Уже через минуту Дамблдор с палочкой в руке торопливо шагал по Тисовой улице, отчего его мантия развевала за спиной. Обычно бы он использовал свою гасилку, чтобы потушить уличные фонари, но сейчас слишком торопился, чтобы заботиться еще и об этом. В полной решимости, как можно скорее добраться до дома Дурслий на другом конце улицы, директор вновь не заметил двух женщин, находившихся на противоположных сторонах, которые снова пристально за ним наблюдали. Дамблдор так спешил, что вместо того, чтобы идти по тротуару, срезал свой путь через несколько придомовых лужаек. Снова оказавшись перед домом номер четыре, он внимательно его осмотрел. Теперь ему в глаза бросилось то, на что Альбус не обратил внимания в первый раз. Дом создавал впечатление, словно в нем уже несколько недель никто не жил. Трава была выше, чем у соседей, а кусты выглядели неухоженными. Создавалось впечатление, что Дурслий не было дома больше месяца. Это было странно. В столь позднее время Дурслий уже должны быть дома, в конце концов. Завтра будет обычный школьный день, их ребенку нужен отдых. Дамблдор позвонил в дверь и стал ждать. Затем позвонил еще раз. Однако из дома не раздалось ни единого шороха, а в окнах не было заметно даже малейшего движения. Тогда директор громко постучал. По-прежнему тишина. Оглянувшись и не увидев, чтобы кто-нибудь смотрел на него из окрестных домов, Дамблдор направил палочку на дверь и прошептал «Хомню Моревелю» и нахмурился, когда заклинание показало, что в доме никого нет. Несомненно, Дурслий уже должны были вернуться из отпуска, хотя бы для того, чтобы их сын пошел в школу вовремя. Директор быстро отпер заклинанием дверь и вошел внутрь, захлопнув дверь за собой. Наблюдатели, одна из них теперь находилась через дорогу от дома номер 4, а другая заняла прежнее место первой, обменялись недовольными взглядами. То, что была на противоположной стороне улицы, подбежало к окнам на фасаде и заглянуло внутрь. Старый маг оглядел в гостину, а затем произнес еще одно заклинание, затемнив окна так, что никто не смог бы его увидеть. Быстро последовавший за этим Люмос позволил ему ясно увидеть груду одежды, брошенную на пол гостиной и открытую дверь чулана под лестницей. А задаченный он подошел и заглянул внутрь. «Мерлин всемогущий! Это все, что старый маг смог прошептать, когда увидел детские каракули, которыми на стене была выведена комната Гарри». Прицепленные к ней бумаги, отметенные пятна, четко показывающие, где стояла детская кроватка, и грязный в пятнах пол, который не мыли все десять лет. Дэмблдор выпрямился и прислонился к дверному косяку. «Как? Как ты могла? Он ведь твой племянник!» тихо сказал он, наглядывая безупречно чистую гостиную с фотографиями, на которых были запечатлены лишь очень толстый ребенок, жирный мужчина и тощая женщина, с лицом напоминавшим лошадины. «Нигде, нигде не было видно ни одной фотографии, на которой был бы Гарри. И тот толстый ребенок точно никогда бы не поместился в этот крохотный шкаф». Тяжелыми шагами Мак медленно поднялся по лестнице. Он заглянул в первую спальню, неприбранную детскую комнату, забитую разным хламом и разбросанными вокруг одежды игрушками. «Комната Дадли!» — гласила табличка на двери, выполненная причудливым шрифтом на бронзе. Вторая, меньшая комната, была полностью завалена тем, что могла быть только сломанными игрушками и старыми вещами. Причем все они до своего печального конца явно были довольно дорогими. На двери была такая же табличка, как и на первой. «Комната Дадли!» Третья комната оказалась спальней, размерами была побольше, вторая выглядела даже лучше, чем гостиная. В ней стояла аккуратная кровать, прикроватная тумбочка, комод и кресло. Все они были со вкусом подобраны и гармонировали по цвету со стенами и картинами в рамах. Это было больше похоже на выставочный зал мебели, чем на комнату, в которой кто-то жил. Очевидно, это была комната для гостей. На двери никакой таблички не было. Последняя дверь вела в гораздо большую комнату, спальню родителей, как он предположил, основываясь на фотографиях обеих дурслей, пусть и более молодых, стоявших на двух прикроватных тумбочках. Директор развернулся и медленно спустился по лестнице. Вы хоть понимали, что творили? Качая головой, спросил он отсутствующую семью. Дамблдур снова осмотрелся в гостиной. Типичный дом среднего класса. Мебель довольно новая, ковер и шторы находились в приличном состоянии. Ничего не выглядело потрепанным или откровенно изношенным. Ухоженный дом — образец того, что можно было ожидать от нормальной магловской семьи. Семьи из трех человек — отца, матери и ребенка. Никто и никогда не заподозрит, что там живет еще один ребенок. Доказательством обратного служил только чулан под лестницей. Он был единственной подсказкой, что все было не так, как казалось на первый взгляд. Что этот идеальный дом был не таким уж идеальным, как хотели показать его владельцы. И то, что чулан говорил об отношении родственника в Гарри, было по-настоящему мерзким. Он должен узнать. Ему необходимо понять, что здесь произошло! Задумавшись на мгновение, Дамблдур наложил указующие чары и обнаружил, что его цели находились довольно далеко. Он нахмурился и призадумался. Судя по упоминаниям Арабелла и Минервы, Дурсли отсутствовали с начала августа, остановились в одном из заведений, принадлежащих к широко известной сети с названием Королевский курорт. Это объясняло, почему Гарри остался с атлантами. Кроме того, он вспомнил, как Арабелла что-то упоминал насчет того, что Дурсли находится где-то в Уокинге. Увы, Дамблдур никогда там не бывал. Вздохнув, он апарировал Хогварт за метлой. Глубокой ночью Дамблдур приземлил свою метлу на окраине города. Наложив на себя чар от вода глаз, он вновь применил указующий чар и пошел дальше. Через полчаса он стоял перед зданием местной полиции, массивным двухэтажным кирпичным строением, отделенным от тротуара железной решеткой и вымощенным кирпичом пустым пространством, занимавшим место больше, чем тротуар. Вот уж действительно королевский курорт. Печально покачал головы старый маг. Юмор маглов временами бывает очень мрачным. Дамблдур неторопливо вошел внутрь и подошел к офицеру, сидевшему за столом в помещении у входа. «Извините», — сказал он, сверкнув очками-половинками. «Вы можете сказать мне, нет ли у вас здесь мистер или миссис Дурсель?» Легкий Конфудус и офицер был более чем рад направить его в камеру, в которой содержали миссис Дурсель. После быстрой обливиации маг отослал человека обратно к его столу, дав команду следующие полчаса игнорировать любые звуки и вспышки света, которые будут доноситься из камеры предварительного заключения. «Петуния», — мягко сказал Дамблдур, открыв дверь камеры и послав легкий Реннервейд, дабы ее разбудить. Пока не было причин быть суровым, и произошедшему все еще может найтись разумное объяснение. Женщина зашевелилась, моргнула и сонно посмотрела на Дамблдур, затем села и, проведя рукой по волосам, зло на него уставилось. «А ты не торопился здесь появляться! Разбери с этой ситуацией и вытащи нас отсюда!» Макс с сожалением покачал головы, подходя ближе. Петуния встала, поворачиваясь к нему лицом, но Альбус ощутил, как за вызывающей позой женщина постепенно охватывает страх. Дамблдур посмотрела ей в глаза, невольно порадавшись краем сознания, что так и не сумел провести закон, объявляющий леглименцию маглов противозаконной. Несколько секунд спустя старому магу не оставалось ничего иного, кроме как разочарованно вздохнуть. В ее воспоминаниях было все. То, как они относились к Гарри, нет, скорее издевались над мальчиком. Все началось с недовольства и обиды Петуни на сестру, которая получила все внимание и все похвалы в их семье, когда приезжала на каникулы из Хогвартса. Сестру, у которой хватило наглости сдохнуть, скинув заботу о своем... Ребенки! Но и без того с трудом сводившую концы с концами семью Петунии. Мало того, что Дадли был трудным ребенком, так еще и Гарри добавил им проблем. Дамблдур печально покачал головой. Он даже не подумал о том, какую нагрузку возлагает на молодую семью, давая им еще одного младенца. Только сейчас Альбусу пришло в голову, что ему следовало организовать для них хотя бы пособие на Гарри, чтобы хоть как-то облегчить их бремя. В результате Петуния стала игнорировать Гарри, сосредоточив все свое внимание исключительно на собственном ребенке, при этом вымещая все свое раздражение на Гарри всякий раз, когда тот делал что-то, что ей не нравилось. Муж Петунии сразу не взлюбил и Лилии, ее супруга, поэтому ему не потребовалось много времени, чтобы перенести эту неприязнь и на Гарри. Все окончательно понеслось для мальчика под откос, когда все свое раздражение и недовольство на него стали переносить подрастающие Дадлии и недовольны тем, как идут дела в его конторе в Вернон. Год за годом отношение к Гарри только ухудшалось. Со временем сын Петунии заметил отношения родителей к Гарри, ситуация только обострилась, когда он понял, что может делать с ним все, что угодно, не опасаясь возмездия. Наказания становились все более масштабными и продолжительными по мере того, как у мальчика проявлялись магические выбросы, реальные или воображаемые. Припадки, как их называли Дурсли. Просматривая память, Дамблдор с некоторым удивлением отметил, что мальчик исчез из дома Дурсли более года назад. Ненадолго задумался, как атланты обнаружили его. Возможно, возможно, у Гарри было не зеркало с протеевыми чарами, а аварийный порт-ключ, и он случайно его активировал. В любом случае было очевидно, что Гарри сбежал, и ни одно из наложенных им следящих заклинаний не предупредило его, что мальчика больше нет у Дурсли. Он ушел добровольно. Его не заставили сделать это ни маг, ни магл. Очевидно, Гарри мог вернуться в любой момент. Он просто не хотел этого. Не то, чтобы Дамблдор мог его в этом винить, он сам бы сбежал из семьи, которая столь плохо с ним обращалась. Директор понимал, что родителям надлежит быть строгим со своими детьми, но наказания должны варьироваться в зависимости от серьезности совершенных ими проступков. Что ни говори, но собственный отец Алибуса никогда не был тем, кто жалел розги, когда случай требовал их применения. Но то, чему они подвергали Гарри, было не просто строгостью. А перешло в откровенный садизм? Да, он бы тоже сбежал. Единственная причина, по которой заклинание не исчезло много лет назад, то, что Питунья все же приняла мальчика в свой дом. Она не выбросила его за порог и не отвернулась от него окончательно. И то, что все это время мальчик пытался заслужить ее любовь и признание. Дамблдор даже и подумать не мог, что мальчик просто сбежит из дома, поэтому и не потрудился наложить на Гарри чары, которые сообщали бы им об этом или помешали бы Гарри уйти. Или чара, не позволяющая Питунии просто бросить мальчика. О чем, как он теперь знал, она не единожды размышляла. — Господи, Питунья, от тебя требовалось сделать одно, всего лишь одно дело — позаботиться о сыне твоей сестры, — сказал старый маг и, сокрушаясь, покачал головой. — Твоей родной сестры! Твоей плоти и крови! Дамблдор устало вздохнул. Зло сейчас ничего не решит. Дур с лесами посеялись семена разрушения, теперь они пожнут плоды. Это объяснило отсутствие защитных чар вокруг их дома. Как только Гарри пропал с глаз долой, та, пусть и слабая, едва заметная, но любовь, которую женщина испытывала к сыну своей сестры, исчезла окончательно, отброшенная за ненадобностью и забытая в ее рвении и желании заботиться только о своем муже и сыне, не отвлекаясь ни на что другое. Интересно, как давно на самом деле исчезла эта остаточная магия? Может, развея Фиделиус, Альбус исчерпал и ту немногую магию, которая оставалась в доме? Или же защитные чары на доме разрушились несколько месяцев а то и лет назад, а Фиделиус по какой-то причине не позволил Дамблдору обнаружить их исчезновение? Директор устало покачал головой. Даже миссис Фиг не могла заметить ничего плохого, но она жила рядом с их домом лишь для того, чтобы присматривать за магами и ведьмами, которые могли искать Гарри. То, что она изредка могла видеть самого Гарри, было просто счастливой случайностью. В конце концов, кто мог подумать, что родные тети и дядя будут так ужасно обращаться со своим племянником? Увы, Дамблдор допустил огромную ошибку, считая, что люди будут лучше, чем они есть на самом деле. Дурсли позволяли мисс Фиг увидеть только то, что они хотели, чтобы она увидела. Они всегда следили за тем, чтобы Гарри был в хорошем состоянии, когда отправляли его к ней во время поездок за город и в отпуск. В итоге она видела мальчика раз в несколько месяцев, особенно зимой, когда дети преимущественно остаются сидеть по домам. Кроме того, Дурсли угрожали мальчику, чтобы он не проговорился ни о чем, связанным с условиями его жизни в их доме. И с тем, что Гарри пережил, когда он будет разговаривать с Арабеллой. А с прошлого лета они и вовсе игнорировали Арабеллу. С тех пор она звонила им несколько раз, оправдывая это тем, что хотела узнать, все ли у них в порядке. В конце концов, ей действительно нравился этот маленький мальчик. Анда же попыталась пошутить и притворилась, что хочет узнать, не нашли ли они кого-то еще, кто согласился присмотреть за мальчиком за столь же смехотворно низкую плату, которую она с них брала. В ответ те послали ее куда подальше, заявив, что теперь, когда он стал постарше, они берут его с собой. А когда она упоминала, что давненько его не видела, они говорили, что он ленив и предпочитает бездельничать в своей комнате, в отличие от их дорогого дадлички, такого энергичного ребенка, который любит гулять на свежем воздухе. И что он плохо себя вел и в наказании сидит у себя в комнате. Рабелла никак не могла заподозрить, что они врут без зазрения совести и что Гарри давно уже сбежал. Минерва была права. Алибусу действительно следовало проверить мальчика, как она и настаивала все эти годы. Сделай он так, то, возможно, смог бы превратить их неприязнь к Гарри в терпимость. По крайней мере, он мог бы удостовериться в том, что мальчик регулярно получает нормальную пищу, подходящую одежду и быстро отучил бы их свиноподобного сына использовать его в качестве боксерской груши. Дамблдор печально покачал головой. Здесь ему больше нечего было сделать или сказать.